Сегодня я расскажу о том, какое имя защищает или спасает от демонов. В давние времена дети умирали очень часто. Отсутствие медицины и гигиены было главными причинами детской смертности. Конечно, никто не думал, что грязные руки или неправильный уход за малышом может обернуться трагедией. В основном винили злых духов, которые охотились за неокрепшими детскими жизнями. Чтобы ввести их в заблуждение, детям давались, на современный взгляд, весьма забавные имена. Мы своих детей такими уже не называем. Така, ноха, гаха, басн и многими другими. В некоторых случаях детей нарекали тибетскими именами, считая, что священный тибетский язык защитит от нападок нечисти или нечистой силы и даст малышу вырасти. Иногда имена эти не встречались в тибетском языке, а были сочетаниями, призванными оградить от болезней и нечисти, как, например, в случае с надмидом-надбитом. Одним из таких широко распространенных в прежние времена имен было тибетское сочетание ситар, освобождающий от злых духов в монгольском. И, соответственно, в калмыцком прочтении оно превратилось в сириатр или в калмыцком сириатр. А раньше мне думалось, что имя это происходит от калмыцкого сирявилка. В Калмыкии самым известным его носителем был поэт-сириатр Бадмаев. Бадмин-сириатр, если на калмыцкий. На честь стихи написана песня «Зальврылгн». А в Монголии живет легендарный борец, бронзовый призер Олимпийских игр «Данзандарджааген-сириатр». Вот такое это интересное имя, защищающее, оберегающее калмыков от демонов. Монголии живет легендарный борец. Монголии живет легендарный борец.